Всех приветствую на моем канале. В сегодняшнем видео я хочу ответить на часто задаваемый вопрос, а именно, чем отличается воссоединение семьи от получения вида на жительство в Германии. Или эти процессы абсолютно одинаковые и означают одно и то же. Это абсолютно разные процедуры, между ними нельзя поставить знак равенства, но они очень взаимосвязаны, без одного не может существовать другого. Когда вы оформили свой брак, то вы должны пройти процедуру воссоединения семьи. Что это означает, я уже более подробно рассказывала в своих прошлых видео. Если вам интересно, то там вы найдете детальную информацию. А сейчас я скажу только кратко, что при процедуре воссоединения семьи государство Германии проверяет в первую очередь финансовое состояние вашего партнера, достаточно ли у вас будет денежных средств, чтобы содержать вашу семью, а также достаточно ли жилплощади, чтобы вы могли вдвоем проживать. То есть, одним словом, в основном в этой процедуре проверяется материальное обеспечение. И если все это в порядке, вы соответствуете определенным нормам, документы все проверены, то вы получаете национальную немецкую визу и имеете право выезжать уже в Германию к своему партнеру. Но обратите внимание, что получив национальную визу и пройдя эту процедуру, вы не получаете вид на жительство в Германии. Процесс воссоединения семьи является так называемой ступенькой, для того, чтобы вы в дальнейшем имели право подать уже документы на получение вида на жительство. Таким образом, после успешного прохождения процесса воссоединения семьи, вы можете двигаться дальше, то есть идти в Ausländeramt, и там уже подавать документы на получение вида на жительство в Германии. То есть, как вы понимаете, невозможно эти процессы как-то переставить, вы не можете сразу же, не пройдя процедуру воссоединения, подать документы на получение вида на жительство, и обязательно эти процедуры идут одна за одной, шаг за шагом. Таким образом, это абсолютно две разных процедуры, и их не стоит между собой как-то отождествлять. На тему получения вида на жительство в Германии у меня есть отдельное видео на канале. Если вам интересно, я оставлю ссылку в инфобоксе. А сейчас кратко скажу, что когда вы обратитесь по назначенному термину в Ausländeramt, там вам разъяснят эту процедуру, скажут, какие документы будут необходимы, какие нужно выполнить требования для того, чтобы вы вначале смогли получить ограниченный вид на жительство в Германии. Он выдается в начале на три года, за это время вы должны будете также выполнить определенные требования, пройти интеграционные курсы, но и, конечно же, изучать немецкий язык. После истечения трех лет, когда вы выполните все необходимые требования, у вас будет возможность получить вид на жительство на неограниченный срок. Надеюсь, что я смогла внести некоторую ясность в этот вопрос, и теперь уже более ясно, что каждый из этих процессов означает, и вы не будете в этом путаться. Всем спасибо за внимание и подписку, и что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам отличного дня и до новых встреч!